ребят всем большой привет пока жду олю она пошла вот туда маленький репортажик что я здесь сделал посмотрите какая красотища вокруг вообще потрясающая территория это сколково у нас здесь была запланирована соли маленькая фотосессия на тему моей коробочки красоты новенькая у нас уже практически все готово вот осталось сделать классные фотки на самом деле такая серьезная подготовка значит клубника там все десертики цветы мы привезли чтобы передать вайп вот этого эко настроения короче нас очень таки мы тут разложились ну типа но все это парк общественная территория и подходит сотрудница фитнес-клуба то есть тут фитнес-клуб какой-то тоже там дорогу все есть открытая часть и закрытая такая у нас тут типа съемка разрешена только по предварительному согласованию и стоит это 20 40 тысяч а почти не не ночью если вы приходите то есть это чтобы посидеть на лужайке понимаете надо еще платить и получать разрешение и ну я не уверена что это как-то честно сказать законно скорее всего тоже нет но мы решили не скандалить а тихо удалиться кстати даже велосипед видите какой классный тоже взяли как реквизит сейчас будем все это запаковывать все эти причин дала искать другое место так то что мы нашли другое место тут постоянно рядом тарахтит я не знаю что-то поливалка вот собственно сколько нам сказали идите значит вы лесом в прямом смысле слова за деревья в какое-то место где вас не будет видно и там можно уже присесть и сделать фотографии потому что значит приличные люди так себе не ведут сейчас оля пошла за шортами в машину потому что алена их там оставила ну так как не знали еще в чем именно фоткаться будем у меня ведь и белая рубашка джинсы голубые и еще и взяла сортики их в принципе особо видно не будет под рубашкой но хочется чтоб фотки получились максимально красивым в общем пока там оля ходит судьба фруктиков предрешена так колобочки мои ну что я снова с вами видите какая довольно сытая потому что потому что алена значит умяла два десерта причем всю дорогу мы соли разговаривали о том как я худею как меня мучает совесть на тему того что что-то могу сожрать длиться это происходит прямо скажем каждый божий день и он из них вынесла свой вердит то что у меня раствор роста пищевого поведения жесткая давай я тебя покажу эти солнца светите не видно у нас просто целый день съемка была мы честно говорят но замучились конкретно поэтому еще хабарете таскали 8 пакетов расскажи только громко а то машина жужжит ну просто у меня тоже есть некоторые признаки расстройства пищевого поведения но в сравнении с Аленой у меня просто детеныш мне кажется просто у Алены немножко запущенные случаи она просто ничего с этим не делает то есть она никак не разбирается в первопричинах своего отклонения вот соответственно это состояние ее усугубляется у нее повышается тревожность она еще больше компенсирует это ограничительное поведение в питании вот и это может там привести уже к чему-то серьезному к чему сожру лишний пирожок ну даже ограничение не усугубляется то есть ты уже вот можно рассказывать давай то есть ты уже там какие-то чаи пьешь соответственно задумываешься о том что нужно там согнать воду сделать массаж отработать там какой-то гимнастикой спортивным упражнениями бегом себя как-то наказать то есть это уже очень сильное нездоровое поведение я просто не знаю другой жизни я сколько себя помню у меня все время такая история с едой ну вы знаете как никто другой что первым делом когда моя нога переступает порог салона что я делаю прошу что-нибудь выпить закусить потому что я такая успокаиваюсь и для меня среда перестает быть агрессивной когда я что-нибудь жую просто можно прийти в ремиссу когда у тебя состояние более-менее стабильное когда у тебя нет высокого уровня тревожности когда в целом есть какие-то небольшие отклонения вот а когда у тебя прям высокая тревожности эмоциональные качели ты постоянно худеешь ты набираешь методы ты сгорожишься у меня в одну сторону только твои методы ограничения они увеличиваются расширяется их палитра то конечно ну то есть это можно прям себя довести до истощения и психического и плюс это же еще физически наносит ущербу допустим там я по себе знала ЖКТ страдает сильно потому что ты то передаешь что не ты едаешь плюс ты ешь там различные сахаразменители ну то есть это можно разное может быть к этому отношению то что нет какой-то системы то что это хаотично и либо густо либо пусто ну это если густо и густо еще раз густо то в принципе система есть можно не париться кстати говоря нам очень доказано что лучший прогноз по здоровью по продолжительности жизни у людей которые на протяжении жизни пусть имели даже чуть избыточный вес но стабильные они выигрывают у тех у кого допустим вес был в среднем ниже чем у тех людей да но при этом у них были там скачки плюс минус 10-15 килограмм поэтому но у меня такого нет у меня вот только в плюсы обычно это небольшое но вот я набрала типа 2 килограмма я не могу скинуть и все меня ужасно мучит совесть на эту тему и при этом каждый мой прием пищи то есть я его одновременно и жду что я поем и потом корю себя что я там что-то съела то что я хотела бы не есть но мне не получилось это не есть поэтому я это съела и вот так все по кругу ну вот так я не знаю я не представляю что можно как-то по-другому типа иметь какие-то другие отношения может если у вас супер быстрый метаболизм и вы едите все что хотите вам чё за это не бывает то класс если вы нормальная обычно женщина то как правило ну это постоянно в разрывы между хочу могу в идеале конечно все люди не созданы так что в идее организм не выгодно иметь лишний килограмм потому что он их носит на себе ему тяжело и в природе мы созданы так что мы хотим есть только сколько нам необходимо для на оптимальной жизнедеятельности в целом у нас организм он так сложен что вот как дети да если вот он не хочет есть он ты бы никак не заставишь только если там силой впихнешь и то у него будет истерика он будет плакать он не хочет ремонта может быть ну да то есть в природе в природе эти все механизмы заложены потом нас как-то там собственно трамбовывает там родители школы и так далее начинаются проблемы в идеале конечно прийти к тому какими мы были в детстве имеется ввиду отношения с едой на это сложно особенно если уже были то есть уже есть расстройство пищевого поведения прийти к первозданному состоянию сложно у меня были в детстве отношения с едой такие что мне нельзя было кушать хлеб и это меня его постоянно прятали я помню приходила со школы у меня был квест найти хлеб я уже знала какие-то нычки как правило повторно они не использовались я вот лазила по всем полкам ящиком находила когда спрятанный хлеб я отрезала оттуда кусочек и просто с черным чаем помню ела эту горбушечку ну и была высшая пилотаж когда они догадывались что нашла хлеб и отрезала оттуда кусок вот и я поэтому как бы поела мне не поругали все шикарно ну потому что я же ходила на гимнастику и у нас был тренд на очень худых девочек прям анорексичных таких прям косточки что торчали я серьезно занималась у меня было 32 тренировки в день я тоже хотела и как-то мне было за арт в том числе все тренировки были по 6 часов у нас но очень то есть фактически все время ты тренируешься вот так и при этом минимальная еда была я постоянно была голодна но кто-то вот из тренировок говорил про коленыш конечно да конечно же мне назвали жирной свиньей работа там у тебя складки жиры постоянно приходишь на тренировку тебя взвешивают ну и это как бы все вмешалось оскорблениями что ты жирно это жирно вот так но это тоже да конечно да нельзя было на сильно просто так без мне даже пить нельзя было много то есть не было кофейная чашечка вот такая и мне нельзя было пить чай чтобы не растягивать желудок столько сколько хочу только мало и то есть постоянно любой прием пищи это было как будто безумное запрет на удовольствие и очень большую но большой прессинг и чувство вины и тренер и мама тоже все расстраивались что там что-то опять вдруг набрала или не похудела и у меня еще довольно мясистая попа и как бы мне пытались постоянно согнать вот и на всех фотографиях отмечаешь посмотри папа торчи то есть было красиво чтобы она вот плоская костя у меня блин она все время торчало это же все видимо в общем и так все детство и прошло поэтому это блин всем родом из детства хрен избавишься вот теперь я в этом каждый день варюсь и в общем пытаюсь какого-то равновесия найти таки пирожки куда мы сейчас едем расскажите мы едем в ванне где там очень высоко а там белая сеточка если встанешь на ее то вот так прям ну немножко там провалишься там чуть-чуть высоко где-то до оттуда поехать туда едьте на такси или пешком просто пешком далеко ну что мы сегодня первый раз приехали в парк в втроем давай до этого мы с алиса здесь были а так чтобы все вместе у нас обычно это все упирается в такси потому что нужно два детских кресла в общем целое приключение туда добраться мы такой классный там городок подвесной нашли вот я не уверена что рома там еще не рано ну попробуем ну что вы дали такую карту в общем мне нравится тема в stories уже показывала то что можно запустить ребенка детям отдавать карту нельзя то есть она видите примагнитная дверь и сам ребенок тоже выйти не может то есть только потом вы его открываете вот эта карточка но на каждого ребенка выдает свою карту и предполагается что вы тут тусите внизу а дети вот там вот сверху в этом городке лазают вообще сам парк такой достаточно классный не очень напоминает в краснодаре парк галицкого то есть тут довольно мало деревьев но видно что их высаживали и каждое дерево продумано то есть это не просто лес который вот вырос со временем а все такое завезено ландшафт спланирован и в краснодаре вот очень похожий парк офигительный считается лучшим в европе и он еще в несколько раз больше представляете то есть его можно чуть ли там за целый день не обойти весь потому что там всякие ручьи и все это выстроили и здесь тоже в принципе классное место ну что меня развели просто как котенка на еще одну площадку а могла себе купить сумочку вы в этом но мы сегодня просто проели все деньги и прогуляли в правом смысле самом деле обычно мы если приезжаем на платную площадку это в метрополисе площадка бородиной и там такой финт ушами которые крыл недостатки огромного количества других площадок а именно то что дети родители разделены по сути родителям нигде время проводить а там большая такая зона кафешки со столиками удобными креслами и можно хоть целый день торчать просто печально примерно есть что детям перекусить а здесь такого нет тут вот по сути зона детская она изолирована от перекусов всяких и есть правило в этой зоне не кушать не пить ничего ну то есть фактически этот как бы долго не проведешь или не хотя может быть оплачен без лимит но как бы вот так а там все это вместе и в общем так как мы сегодня приехали в другого торговый центр короче тусим на других площадках смотрите алиса рома катается а сейчас поменялись смотрите алиса сидит и рома катается так смотрите алиса отвела малышку взрослым видимо она потерялась видите отвела и да потому что мы прелесту что за ребенок и не знаю а тут видите рома не может сесть алиса помогает вот смотрите видно вам если чё в километре сезон посадила человека теперь катает в общем отзыв о площадке называется она вот так тоже расположена в авиапарке детям в целом понравилось но что мне не понравилось ну как бы детям понравилось и ладно но что мне не очень понравилось я вам сейчас покажу вот варианты оплаты сегодня выходной и один час тут 800 рублей без лимит тысячу кстати тут вот видимо многие родители возмущаются что фоткаю детей не такие типа мы в общественном месте имеем право фоткать кого хотим даже детей но что мне прям очень не понравилось это то что мы оплатили частном времени уже было 8 вечера и я думаю на смысла нет без лимит как бы при том что торговый центр в принципе до 10 работает и как бы спать детям пора но наступило 9 часов и я понимаю что детям но прикольно они веселятся думаю принципе можно было докупить без замет чтобы они уже еще часик играли а что мне знаете сказали так нельзя типа ты не можешь купить час и потом доплатить до безлимита если дети играют дольше ты потом должен заново купить час или заново купить безлимит вот и вообще финн только ушами хотя вот вместе где мы были до этого в парке на улице такая система то что ты плачешь час и потом продляешь каждые полчаса и продление стоит дешевле то есть просто просто ориентируешься по ситуации с детям понравилось они там все полчасика хотят просто доплатил и дальше играетесь прикиньте а тут вот так то есть если ты не уточнила об этом не написано этого и как бы логично кажется что ты просто потом доплатишь там разница 200 рублей ну и задали детей соответственно 400 и они там сколько хотят уже играют сам не играть фигли все то есть если они хотят еще ты должен плюс заново в моем случае там 2000 оплатить представляется и вообще мне кажется это так блин к жлобства какое-то типа развести родителей потому что об этом нигде не говорят то есть ты должен как-то сам узнать эту информацию она нигде не вывышена в общем не знаю площадка прикольно но как-то неприятно прям вам не кажется что попахивает жаждой наживы так ребят экстренно ладно обычно включить обычное нудное включение ничего экстренного просто хотела вам похвастаться своим таким маленьким достижением я поняла что это короче кого-то театр в лицах у меня да это на ровном месте там что-то придумала какие-то проблемы страдаешь решаешь у тебя все время какая-то драма у меня тут ну просто вот анализирует очень похоже а значит в чем моя сегодняшняя драма это то что я значит нашла место где очень вкусный десерт ну как бы относительно дешевый то есть там районе 300 рублей вот такой стакан блин вот от груди смотрите полметра просто носят здоровый стакан с охренительным взбитым кремом просто вкуснейшим заварным с орешками там и очень молодым кота печенька похоже на тирамисон он наверное пожирнее иногда тирамисон где много крема где много печенья мало крема а здесь практически вот этот весь стакан вот этот огромный он 6 с кремом и просто с таким удовольствием съел и думаю все я не иду ни на какую тренировку здесь остаюсь вот потом я себя заставила такая нет нам надо идти на тренировочку сейчас еще пешком дойду лишние километры и узнать что это во мне бороться вы не поверите уже когда вышла и на тренировку вот здесь сити значит у меня уже батарея почти села я пошла не той дорогой практически туда сейчас в другую сторону почти перешла дорогу прошла два километра дальше в общем все это время я иду и во мне во всем во мне я прям слышу этот голос который говорит вернись за десерт тренировку это какой-то ужас я промыду и у меня знаете вот это вот картина как я ем этот потрясающий крем она не выходит у меня из головы и я уже такая вариант и думаю блин может выйти с тренировки раньше поехать еще там поездят 50 потом не тут же себя странно вы думаете за плане каем в любой момент могу приехать поесть не обязательно промоцировать а так чтобы оставшийся день меня мучила соли же смыду одновременно как бы себя и хвалю то что я все-таки не стала 2 заказывайте пошла на тренировку но еще дополнительно также прогруз подраскидаю не знаю 300 калорий каких-нибудь и тут же огромный какой-то соблазн просто как навязчивая параноидальная идея во всех красках у меня вы знаете фоновая картинка везде как я ем это десерт и какого ну какой вкусный как можно было еще навернуть и стоит вообще три копеечки но тут же я понимаю что если я съем то в нашу драму включается вторая часть банкета которая называется угрызение совести и они тоже очень понимаете карьера как они очень яркие красочные эмоциональные вот и я что-то начинал подозревают что походу мне потом видимо нравится сам процесс вот этого вот что ты одна часть себя очень хочет автора отвергают и они в постоянном противоречии потому что нормальные люди такой фигня не занимаются очевидно и я не помню чтобы у меня раньше настолько залипло на были нате ну прям знаете вот прям с внутренним какими-то перепалками соблазнами мне все таки хотелось его похвалить что я молодец думаю так как бы поступил здоровый человек у которого нормальные отношения с едой тот же я к себе прислушаюсь думаю ну что я прям настолько хочу вот прям по ощущениям хочу я этот десерт прям что вроде сладкого не очень хочу но при этом вот какая-то безумная тяга его созрать так есть это такие же отписывайтесь пожалуйста пора наверно мне снова к психологу уже кстати пару лет ну года полтора скоро два будет уже не была ни на одной сессии то есть у меня был такой перерывчик потому что ну как бы на момент паузы я уже в принципе со всеми проблемами разобралась все для себя решила и вот опять не расскажи подписчики чтоб знали нам предупредить их ну-ка подписчики не не походите гонки это гонка пожирать и она может быть есть и походи мама как понять что это горка пожиратель а не обычная горка потому что она себя взял а нет можно я расскажу нам а горка пожиратель надо понять если это горка пожирать или нет если вы увидите красную горку вот вы кинете и мяско если мяско не скатится то это горка пожирать и сами не скатывайтесь если она начнет вас засасывать то как-нибудь позовите на помощь может к вам придет напомнишь лучше не подходите а то на вас сожрут просто навсего если вы смотрите ой как рисом позевать и вот скажет ой какая красивая горка честность искать искать и тесь алё вы искать и тесь нас там сожрут ребята зацените насколько я повернулась на спф это просто сейчас вам расскажу историю короче в общем сделали мне макияж получается у меня тональный крем с 15 я обычно летом хожу как обычно первый год как 50 и понимаю то что я получается даже у меня когда есть с собой крем я его на себя не нанесу то что мне как бы мэйк уже готовым то есть это поплывет основы все такое я пошла по аптекам искать спрей обычный мой любимый кило рушпазан матовый общем не нашла его и взяла на замену в такую банку ели в рюкзак помещается тут просто написано что она типа сухая сухой спрей и то что мгновенно впитывается вот на то есть как бы облегчать задачу что обычно такие вещи они адски блестящий с вами проверим но я когда прям на улице и воспользовалась но так скажем со стороны виднее часы легкий позор перед спортсменами моем клубе надеюсь никто не увидит вонючка еще то но сандре я сумма не блестит продумано но матовым его тоже не назовешь что есть он ну катается вот такой жирный товарищ возможно потому что это типа ультра экстра водостойки он может тут какая-то ударная ли силиконов не заносится жирным но вроде бы блеск такой умеренный в общем мой теперь любимый способ все эти спреи защищать кожу от солнца если уже на лице есть макияж но пока моего ларошпазе ушку никто не приплюнул но если вы соскучились по новым обзором на пусть уже есть два выпуска которых еще нет на youtube и 1 из дорогущего салона где что-то пошло не так и 2 это встреча с самым кошмарным админом которому у меня было очень много вопросов часть из них я высказала но это вообще не помогло так ну что продолжение банкета короче я записалась на обзор угадайте по какому критерию я выбирала место чтобы вернуться в замечательный рейсик где подают вот этот превосходный десерт от которого меня колбасила просто двое суток еще я думаю он знаете прям заслуживает отдельного обзора но не уверена что мы сюда доберемся но раз уж я здесь вот так предварительно ведь я без мейка так немножко солнцезащиту нанесла на лицо а именно кушон вот для того чтобы пока я дойду до салона в общем солнце жарит чтобы кожу дышать короче тут есть зеленый салат и он просто обалденный вот он огромный не знают по моему реально пол килограмма овощей много где есть зеленый салат но он обычно даже в объеме огромные а по весу не очень только не в этом случае его в прошлый раз тоже заказывала и блин я бы еле доела хотя это со мной случается крайне редко и типа нет такой проблемы мало ешки видите такая здоровая тарелка вот рука моя и здесь именно еще копать и копать и вот это все это разные виды салатов и вроде как вот именно вот эти зеленые виды листовые салаты разные шпинат это все самое полезное потому что здесь очень много микроэлементов мало сахара мало калорий много клетчатки что еще здесь вот такая вот свежая цветная капуста кусочки вот это я не знаю что похоже на речку но она как будто замаринована и сам ресторанчик расположен на первом этаже торгового центра европейский и называется вот так единственное что мне не очень нравится это соус он тут довольно кислый я так думаю что это типа бальзамику прочее ну в общем мне лично больше нравится сладковатый какие-то соусы окно опять мы дождались появления сердце к которым заслужен воды в общем вот это у нас карамелизированные орешки и потому что это джонный сахар очень много сахара по сути они как бы в сахарной панировке и я думаю что это продукт агликации ну вроде бы все что с сахаром связано это продукт агликации все что с корочка вот этот поджаристый это тоже продукт агликации который там связывают коллаген в общем не полезно жарить все до корочки тоже не полезно хотя я такое люблю но если это не что-то связано с чем-то безумно вкусным и от этого можно вполне отказаться то я думаю все так и сделать честно говоря не это я вам хочу вам показать на ребят практически все здесь это вот такой вот крем посмотрите его можно есть ложкой он вот там вот печенька и под ним еще большой слой крема вот это настоящий заварной крем он очень воздушный немножко желтоватый похож на тирамисушный крем здесь его много сверху вот эта шоколадная просылка это просто что-то с чем я не в растерик да я плохо сложен прожигаю время но я не чувствую боли ты же твое имя и я этим доволен доволен прости меня сегодня утром я понял распивая плюса просто что я спокоен и тебя не люблю солнце с утра в окно постучится знаешь я тебя не люблю в саду кому-то поют птицы о том что я тебя не люблю все случилось что могло случиться и я тебя не люблю я тебя не люблю я тебя не люблю